День Победы Знаете ли, вирус вирусом, а День Победы никто не отметит у нас. Вот такой девиз предлагаю внедрить. И до 3 мая, конечно, работа продолжится. Вплоть до этого дня будет завершено вручение фронтовикам памятных медалей к 75-летию Великой Победы до середины апреля на территории муниципалитетов. Необходимо закончить приведение в порядок воинских памятников и монументов. Вот, кстати, такие поручения уже розданы губернаторам. С 1 апреля на Дону стартовали акции «Я помню, я горжусь». И полотно Победы, в которых участвуют школьники Дона, идет подготовка к параду на Театральной площади. Ну, а после самого парада, как мы помним, будет шествие Бессмертного полка. Ну, а какими памятными датами запомнился этот день, узнаем прямо сейчас. 8 апреля 1766 года в Америке была запатентована первая в мире пожарная лестница. Значение данного изобретения сложно переоценить, ведь оно не раз спасало жизни людей. 8 апреля 1775 года Екатерины II подписан рескрипт, в соответствии с которым началось заселение Таганрога греками. Именно в этот день, в 1895 году, Ростов и Нахичевань посетил выдающийся русский художник-маринист Иван Айвазовский. Он приехал в Нахичевань на Дону для встречи с католикосом Макртычем I. В подарок городу Айвазовский преподнес несколько своих картин. В этот же день, но в 1917 году, казак Яновский направил прошение Донскому исполкому расследовать погром, учиненный исполкомом хутора Арпачин в станице Старочеркасской. Борьба с пьянством привела к массовым беспорядкам. Вот такими памятными датами отметился этот день. А о том, что было в твоей жизни в этот день, можно вспомнить, посидев, например, у окна и подумав, глядя на пейзаж. Художники Волгодонска, кстати, присоединились к акции Союза художников России, которая так и называется «Вид из окна». В дни, когда весь мир находится на карантине, можно оставаться дома, поддержать близких и находить приятные моменты во всей этой повседневности. Но нужно отметить, что есть просто некая такая не соединяющая прошлое и настоящее. Дело в том, что мы сейчас находимся в вынужденных условиях самоизоляции. И, естественно, многие художники уединяются в мастерских. Ну и тут пришла на ум такая идея вспомнить, как раньше художники писали картины вот именно в таком жанре «Вид из окна». Ну а прямо сейчас мы предлагаем отправиться, виртуально отправиться в наш ростовский зоопарк и узнать, чем же он сейчас живет. Добрый день, меня зовут Александр Жадубин, я директор ростовского зоопарка. Я хочу сегодня показать вам, как и чем живет наш зоопарк, как чувствуют себя животные, как они обеспечены и что вообще происходит сегодня в нашем прекрасном зоопарке. Привет! Привет, Роман! Вот так наш Рома здоровается со всеми. Как дела, Ромыч? Я хочу сказать всем, что, уважаемые посетители, кормление животных в лостовском зоопарке запрещено. Это можно делать только под присмотром зоолога, либо персонала. И, конечно же, мы постараемся в этом году сделать не только кормление, постараемся, когда мы даем животным веточный корм, постараемся, чтобы в этом могли бы участвовать наши посетители и дать веточку под присмотром наших специалистов, какому-либо животному, например, Рома. Держу. Роман, наверное, самый общительный олень из всех, которых я только встречал. Вот он, вы видели, как он здоровается? Вот такое приветствие он любит исполнять при встрече с любимым директором. Весна пришла в наш любимый зоопарк. Все стало зеленым, деревья цветут. Конечно, очень жаль, что сейчас никто это не может увидеть. Но жизнь продолжается. Мы сейчас находимся на озере Фламилья. В понедельник они уже выйдут на улицу, чтобы строить гнезда, и мы надеемся, что они отложат яйца, и мы получим пенсор. А сейчас слева от нас на острове мы видим, как самка черного лебедя уже сидит на кладке. Черепахи болотные, краснухи греются на этом острове. Жизнь продолжается. Наша Услада сегодня пока не вышла гулять, хотя в последнее время она уже довольно привыкла к этому вольеру. Я надеюсь, к тому времени, когда мы откроемся, уже она будет жить только в этом вольере, и все смогут ее увидеть. А вот нам повезло. У Слады не вышло гулять, но зато мы сейчас увидим редкую возможность увидеть воочию нашего тигра Устина. Смотрите, как он маскируется даже в своем воюре. Я еще хочу попросить всех, кто приходит в зоопарк, не надо русски назлить, не надо стучать по кокнам. Нужно стараться вести себя очень тихо, не провоцировать его, не мероприятие животное. Потому что для него человек все-таки осипровок. Это либо пора, либо угроза. Поэтому нужно вести сейчас, как мы. Видите, даже грозный Устин довольно себя спокойно ведет. Потому что мы не делаем резкие движения, не стучим по стеклам, не прыгаем, не кричим. Поэтому давайте друг друга уважать, уважать природу, уважать себя. Вот так танцует наш венцоносный журавль. Понимаете, как он соскучился по нашим посетителям и говорит, когда же вы придете, я хочу танцевать для вас. Мы сейчас находимся на месте строительства новой экспозиции «Волчатник». Здесь мы хотим создать новую экспозицию. Это будет экспозиция «Стая волков». В этом году мы надеемся получить пару. Мы должны были закончить эту экспозицию, как мы хотели. Примерно где-то 17 апреля. Но жизнь вносит свои коррективы. Как видите, стройка остановлена, животные ждут своего нового жилья. И мы надеемся, что после того, как закончится карантин, Ростовский зоопарк откроет свои двери. Вы придете, и мы сможем достроить эту экспозицию. Ждем вас после карантина. Вот как хорошо завтракает и полезно олень-роман. Олень-роман, да. Я думаю, что все олени, как и все романы, вне зависимости, сочетаются эти два понятия или нет, должны питаться правильно. Да и вообще лучше, конечно, завтракать вкусно и полезно, чем сейчас, кстати, и займемся. Гранола Гранола – это многокомпонентный сухой завтрак, в основе которого овсяные или зерновые хлопья. Историю возникновения продукта связывает с американским священником Сильвестром Грэмом, который пропагандировал диетическое питание и выпускал крекеры из муки цельного зерна и отрубей. Через несколько лет из его муки доктор Джордж Джексон изобрел питательное лакомство – гранулу, впоследствии ставшую гранолой. Гранола содержит большое количество полезных веществ, микроэлементов и витаминов. Благодаря высокому содержанию пищевых волокон она отлично очищает кишечник от шлаков и токсинов и надолго утоляет голод. Чтобы приготовить такой полезный завтрак, смешаем в одной миске два стакана овсяных хлопьев с любыми орехами и семечками. В другой миске смешаем 3 столовые ложки меда, столовую ложку растительного или оливкового масла, можно добавить корицу, кардамон или мускатный орех. Разогреваем духовку до 170 градусов. Застилаем противень бумагой для выпечки и распределяем смесь ровным слоем. Запекаем минут 30-40, перемешивая каждые 10 минут. В последние 5 минут добавляем цукаты или сухофрукты. Далее гранолу нужно охладить и подавать с молоком, йогуртом или сиропом. Всем активного вам дня! После вкусного завтрака еще больше хочется, конечно, пойти как-то физически себя размять, но нет режима самоизоляции и физическая разминка сведена, конечно же, в основном к пребыванию у себя дома, ну, в общем, каким-то упражнениям. Но самое главное, что этот режим соблюдают не только взрослые, но и дети, естественно. Вообще абсолютно все! Самое главное, что дети понимают, что это сейчас очень важно. И мы хотим поделиться с вами такими замечательными снимками. Вот посмотрите, пожалуйста, дети дома выложили надпись «Я дома». И вот, видите, девочка даже занимается зарядкой. Вот малыш просто на коленях выложил фразу «Я дома» и радуется. Смотри, какие интересные средства для создания этой надписи используют. Кто-то, вот, например, малыш только что использовал недоеденный завтрак. Да, вот интересно, что это белое. Кто-то у себя вот на автомобиле по участку рассекает, тоже неплохо. А кто-то просто написал на стене или выложил из кофе, или что это гречка? Да, забрал у родителей последний кофе свой, да. «Я дома». Знаешь, хорошо, что они улыбаются, иначе это могло бы было совсем по-другому интерпретировать эти картинки. Но хорошо, что дети улыбаются. Вот девочка вообще не понимает, что происходит. «Я дома и сижу на поверхности, очень опасно». Кстати, да, не оставляйте детей сидеть на кухонных поверхностях долго. Ну, а мы продолжаем... Без сидящих рядом родителей. Ну, а мы продолжаем нашу программу, и прямо сейчас давайте узнаем, какая погода сегодня нас ждет за окном. В среду 8 апреля на территории Ростовской области возможны кратковременные дожди. В Чертковой днем плюс 13, ночью минус 2. В Вешенской плюс 13 днем и минус 2 ночью. В Белой Калитве днем потеплее до плюс 13, ночью минус 2. В Таганроге плюс 9 в светлое время суток, ночью плюс 4. В Шахтах плюс 12 днем и плюс 1 ночью. В Обливской днем плюс 13, ночью минус 4. В Волгодонской температура воздуха днем составит 11 градусов со знаком «плюс». Ночью опустится до минус 1. В Сальске днем плюс 13, ночью до минус 2. В Морозовске в первой половине дня воздух прогреется до 13 градусов. К ночи понижение до минус 3. В Миллерово столбик термометра покажет 13 градусов выше 0 днем, ночью минус 2. В Зернограде плюс 12, ночью температура опустится до минус 3. В Красном Сулене 12 градусов тепло днем, ночью минус 2. В Ростове-на-Дону днем плюс 12, ночью минус 1. Относительная влажность воздуха 28%. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Главнее всего погода в доме. А что ее создает, конечно же, это музыка. Мы продолжаем наш музыкальный марафон, который мы начали буквально вчера вместе с Валерией Войц. А сегодня с нами на прямой связи со студией утреннего телеканала Ростовской области бевец, музыкант, композитор, участник седьмого сезона шоу «Голос» Виктор Иванов. Витя, как ты нас слышишь? Ты с нами? Я вас слышу через раз, но я к этому привык. Музыкант всегда слышит себя плохо. Мы рады, что ты с нами на связи. Доброе утро. Всей областью тебе желаем доброго утра. Спасибо огромное. Витя, ну как ты там? Самоизолировался давно? Чем занимаешься? Я на вас смотрю вот сейчас и вижу привычный антураж. И я думаю, я один изолировался или что? Или жизнь вокруг меня кипит, а я один дома сидит, да? Витя, ну, Витя, ну... Вы на работе, в привычном месте для тебя. Я вас вижу всегда в этом месте. Все у вас не меняется, а я дома. Витя, ну, судя по тому, что на тебе желтые очки, ты либо что-то красишь стены, либо сваркой занимаешься. Нет, я с ума схожу. Вот в чем сина очков. Слушай, ну скажи мне, пожалуйста, вот как это ощущать достаточно такому, да, яркому творческому человеку, ощущать себя дома, ну, фактически без возможности идти куда хочется и когда хочется? Тяжело? Относительно. Вся наша работа музыкальная сейчас ушла в онлайн. Она, конечно, безвозмездная, но мы работаем, можно сказать, на свое будущее и на досуг людей, которые нас смотрят. То есть мы все равно продолжаем создавать для них хорошее настроение. Мы ходим в прямые эфиры, встаем видеоконцент развлекательный. Вот есть чем заниматься. То есть ты, в принципе, устраиваешь концерты просто у себя дома? Да, но они бесплатные. Они бесплатные и в том числе и для твоих соседей. И для твоих соседей. А как окружающие люди, или ты у тебя дом, я просто не знаю, может быть ты в многоквартирном доме живешь, либо в частном? Вот, кстати, хороший вопрос. Для поклонниц. Нет, я живу в многоквартирах, я живу в многоквартирах. Естественно, с соседями имею контакт, потому что одно дело самоизоляция, а другое другое изоляция. Это два совершенно разных понятия. Вить, просто Алина... Одно есть, другого нет. Алина, собственно, не зря спросила-то у тебя про соседей, про твои отношения с ними. Я просто знаю, что ты нам приготовил сегодня песню, которая, собственно говоря, непосредственно связана с соседями. Да, да, так точно. Есть у меня одна песня, в свое время написанная на болевшем. После того, как соседи услышали эту песню, они стали тише. Но, Вить... И наши отношения наладились. Но, Вить, собственно, прямо сейчас мы предлагаем тебе исполнить эту песню для всех зрителей утреннего телеканала Ростовской области. Виктор Иванов. Виктор Иванов. По сравнению с ним все звуки меркнут. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И вдвойне шумит его жена. А о детях вовсе промолчу я. Словно их родитель сатана. А когда сосед мой дома не ночует, На детей кричит его жена. Когда сосед мой дома не ночует, Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, То на детей кричит его жена. Я хочу убить соседей сверху. Они по выходным зовут гостей. Полночи разрываются от смеху. Ну, а мы грустим с женой моей. Грустно нам с женою от того, Что нам закон мешает убивать. И ведь таких уродов, хоть и сложно, Надо благодарно принимать. И ведь таких уродов, хоть и сложно, Надо благодарно принимать. Всем соседям Виктора Иванова и нашим огромный привет. Спасибо огромное. Тебе удачи. Вам спасибо, ребят. Всего вам хорошего. Надеюсь, все скоро окончится. Это будет замечательно. Всех нас. Кстати, говоря о соседях, Нужно отметить, что чаще всего с ними сталкиваются Две категории граждан. Это молодые мамы, Которые сидят долго дома. И люди с ограниченными возможностями. О последних пойдет речь. Ростовская область отмечена как регион, Достигший высоких показателей По доле трудоустройства Граждан с инвалидностью. В 2014 году в Ростовской области Было трудоустроено почти 7 тысяч инвалидов. Или почти, что почти Но 80% от числа обратившихся инвалидов В органы службы занятости населения В поиске подходящей работы. Мы, кстати, в пятерку регионов вошли По этому показателю, что, естественно, Не может не радовать. И, конечно, всем людям, Которые так или иначе остаются дома Ограниченные чем-то, Я предлагаю Не ограничивать себя в возможностях И начать заниматься спортом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова